15 апреля Международный день цирка. В преддверии праздника познакомимся с вологодскими гимнастами, эквилибристами и клоунами. Цирковой студии Маугли в этом году исполняется 23 года. Здесь занимаются около 100 детей. За плечами у ребят десятки выступлений. Наших артистов знают и любят не только в Вологде, но и по всей стране. Те, кто видел их выступления, восхищался талантом ребят. Они не волшебники, а только учатся. За всем этим стоит огромный труд. Полноценный, хороший, сложный номер. Занимает очень много времени. Это, наверное, более-менее профессиональный, лет 5-6, чтобы номер занимал достаточно высокие места на конкурсах. Ну, а такие небольшие люгонькие номера в пределах одного года. Цирковых жанров у нас достаточно много. То есть, это эквилибр, жонглирование, воздушная гимнастика, хула-хупы, многое другое. Для вологодских циркачей, как и, впрочем, и для артистов других стран, самый главный праздник – Международный день цирка. Ежегодно его отмечают в третью субботу апреля. В этом году он выпал на 15 число. Цирк любят и дети, и взрослые. И я не исключение. Но на этот раз решила побыть не только зрителем, но и попробовать себя в роль жонглера. Вот это называется флаверстик. Ну, не совсем новое, но, мне кажется, очень интересный такой предмет. Сначала для начала попробуем просто подбросить и поймать. В голове мы приседаем. Обязательно, чтобы палочка у нас, вот, флаверстик, не падала. Давайте попробуем сделать. Ну, сколько этому можно научиться идеально? Мне кажется, придем 2-3 дня вполне можно освоить легко. Давайте еще раз попробуем. 19 апреля в ДКПЗ состоится отчетный концерт. Пожелаем ребятам удачи и дальнейших успехов. А я пошла тренироваться. С вами была Ольга Конышева. Пока! Привет из Таиланда по скайпу. Сегодня расскажем о Волокжанке, которая уже полгода путешествует по Малайзии. Ну, вот как-то так. Все вокруг зеленое лето. В Таиланде сегодня плюс 33 и много солнца. А улыбающаяся с экрана компьютера девушка – это студентка заочного отделения Вологодской молочной академии Дарья Любимова. Уже полгода она путешествует по Малайзии. Кстати, это ее первая поездка за границу. Мы очень много где побывали. В Таиланде и в курортных местах, и в обычных городах. Мы побывали на острове Самуи, как я уже сказала. Побывали также, и сейчас мы находимся на Пхукете. В Малайзию Даша приехала 7 ноября. За это время побывала не только в разных городах материкового Таиланда, но и на островах государства. На больших и всем известных, а еще на маленьких практически необитаемых. Но больше всего ей запомнился город на острове Пинанг. Город Джорджтаун называется. На самом деле я была очень удивлена, очень поражена этим городом. Там на каждом дереве есть надпись, сколько лет этому дереву, сколько оно там вообще растет и так далее. В этом году путешественница отметила Новый год целых три раза. Наш российский, Новый год по китайскому календарю, а вчера Волокжанка праздновала тайский. Местные жители отмечают его весьма специфично. Обливают друг друга водой из пистолетов, шлангов и ведер. Но даже в такие радостные дни Даша уже тоскует по дому и скучает по любимой Вологде. Но несмотря на это, всем советует путешествовать. Привет, в общем, всей Вологде. Хочу вам пожелать, чтобы вы путешествовали, чтобы вы не сидели на одном месте. Потому что воспоминания и эмоции, которые вы получаете во время этого путешествия, всегда останутся с вами. Совсем скоро, уже в начале мая, Даша вернется в Россию и точно навсегда запомнит эту поездку. Друзья, а мы вам желаем таких же ярких и увлекательных путешествий. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин